Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов мы с вами изготавливали вот такую вот гусеницу. И теперь я хочу показать еще один вариант, но изготовим мы в два раза миниатюрнее и несколько по-другому. Давайте приступим. Крючок я взял 12 номер. Можно 14. Это уже как позволит величина наших бусинок, которые мы с вами набрали. Как вы видите, это гораздо у нас крупнее. Я произвел наборку бусинок так, чтобы они у меня более-менее подходили по моим габаритам. Согласно шарика. Можно еще изготавливать меньше. Как обычно, я беру вот буквально у загиба, делаю небольшую капельку клея, и берем теперь нить. Нить я буду использовать флюоресентную, но достаточно крепкую. Я ее распустил из нашей тесьмы. И буквально вот у нашего загиба, так, чтобы у нас вышло полтора шарика, мы ее крепим, чтобы немножко подходило нам в цвет. И здесь же сразу я буквально вот так за самые-самые кончики я буду подхватывать. Три перышка я взял, два можете. Можете попробовать, сколько у вас будут выходить. Подберете для себя сами павлина. Вот буквально совсем-совсем за самые-самые вот так кончик. Нить оставляем здесь, и нам желательно теперь, друзья, так, чтобы не было здесь лишних нагромождений, нанести капельку клея. Нить мы оставляем, так как будем армировать наши перья. Наносим клей. Не убираем далеко, так как нам это пригодится сейчас все. И задвигаем первый шарик к нашему павлину, так, чтобы он подхватился. Вот, как вы видите, у нас остается здесь с вами вполне приличное расстояние, полтора-два шарика. Для того, чтобы более качественно у нас произошла с вами намотка, я специально взял значительно толще нить, чтобы мне можно было произвести вместе с моим пером намотку. И мы сейчас точно так же, как в том варианте, когда мы изготавливали с вами другую гусеницу, вот так пройдем между шариками нашим клеем. Много не усердствуем, потому что клея нам не надо много. И беру теперь вот так наше перо вместе с ниткой, скручиваю, армирую. И теперь нам желательно вот здесь, у самого-самого шарика, где мы сделали загиб, выполнить один оборот. И теперь аккуратно вот так выполняем все оставшиеся обороты. И у нас следим за тем, чтобы было место между нашими шариками. Нет, подтрамбовываем нашим ноготком. И доходим до крепления нашей головки. И теперь можно спокойно нам убрать нашу нить, выполнить парочку полных оборотов. Вот так промазать этим же шклеем, который у нас здесь остался, нашу нить. И выполним парочку оборотов просто нитью. И все. И теперь остатки нашего пера мы можем удалить. И точно так же можем удалить уже и нашу нить с вами. Она достаточно проклеилась. И удаляем. Как вы видите, в другом варианте у нас вышла не менее привлекательно наша мушка. Подождем, пока подсохнет клей. Но, в принципе-то, она готова к работе. Достаточно крепкая, я думаю, будет ловить рыбу. Благодарю за внимание. До скорых встреч.